Я ухожу с этой работы. Кто бы думал, да, что когда-то он станет огромным автомобилем. Сколько я заработал. Я люблю кэш. Мы русские любим кэш. У меня была большая температура и куча всяких еще других проблем. Неплохой аппаратик. Ладно, друзья, загоняем. И это наш последний автомобиль. Смотрите, я в Санта-Барбару приехал. Всем привет, друзья. Сегодня я хотел показать вам необычный ленд-крузер. Ренд-крузер, даже не знаю, какой крузак старинный. 76-й год, просто в идеальном состоянии. Забираюсь сейчас у клиента. Бобик просто сумасшедший. Смотрите, какой салон. Полностью поменяли подвеску. Сейчас заведем и поедем. Ну что, ребзики, загрузил я его. Красавца. Зацепил за раму, чтобы вообще не парилось. Потому что практика показывает, когда зацепляю вот так вот за... Ну, как обычно, за резину типа Гудричи, либо какую-то внедорожную. Она обычно всегда слетает. Поэтому есть отличные куски. Крючки здесь, вот такие выемки на рамы. Я проложил здесь тряпочку, чтобы не поцарапать. И все в порядке. Он закреплено что спереди, что сзади. Друзья, смотрите, какой невероятный пейзаж у меня открывается. Просто красота. Смотрите в окно. Вау, такие скалы мощные. Офигеть. Всем привет, друзья. Сейчас я нахожусь в городе Альбукерке. Только что. Это вот на соседней улице с той улицы, где жил Уолтер Уайт. О, друзья, приехал я на мойку Уолтеру Уайту. Самая знаменитая, скорее всего, мойка в Альбукерке. Здесь Уолтер Уайт как раз и отмывал свои бабки. Если кто смотрел сериал, пересмотрите именно вот эта мойка. А здесь собрались какие-то силовые структуры. Очень большое количество просто каких-то специальных агентов. И так это прикольно, что здесь мойка Уолтера Уайта. А здесь как раз какие-то специальные агенты что-то пытаются захватить. Как будто бы все приехали за Уолтером. Три с лишним тысячи километров. И проехал в очень плохом состоянии. Я заболел жестко. И у меня была большая температура. И куча всяких еще других проблем. Там диарея. Впрочем, все на свете. И все, что мне мешало ехать, все было. И я ехал просто, честно говоря, с большим трудом. Я прям... Это было испытание вообще века, честно. Под температурой ехать, когда реально тебе плохо и хочется просто лежать. Это очень сложно. В общем, сейчас подъезжаем, делаем доставку. Крузака 76-го года. Ребята, все, счастливый владелец уезжает на машинке. Все отлично вроде прошло. Все супер. Немного я мозги поделался. Но в целом все вроде нормально. Сейчас поедет малыш. Малыш Крузак. Кто бы думал, да, что... Что когда-то он станет огромным автомобилем. А сейчас он такой вот, как наш Лунзик. А что я такой радостный? Что вы думаете? Да потому что в Макдональдс зашел подправить. Вот, два часа дня. Ничего не ел. И вот сейчас только поем. И это меня дико радует. Смотрите, какие грозные облака здесь сегодня у нас собрались. Здесь у меня немытое стекло. Здесь голубенькие, классные. Здесь прям такие... Круто. Короче, ехать меньше 30 минут до пикапа. Чувак мне устроил там какой-то опрос. Типа, а справишься ли ты с такой машиной? Думаю, чувак, блин, у тебя помойка какая-то там. Всего лишь какой-то Jaguar. F-Type там. О чем ты говоришь? Я грузил такие машины, что тебе и не снилось. Короче, он Jaguar 15-го года. Что-то он там прям так возвысил, что как будто бы это какая-то суперкрутая машина. Ну, сейчас посмотрим, что это за машина вместе с вами. Что, друзья, забираем вот такой вот красивый, в принципе, да. Я думал, будет обычный, но получился такой этот XFR-R. Заряженная версия. Довольно-таки неплохой аппаратик. Кошак. Я провел уже инспекцию. Есть какие-то маленькие царапины на дисках. Естественно, нужно диски всегда смотреть плотно. Здесь у него оклейка пленкой. Как видите, пленка была вырезана таким вот дебильным каким-то радиусом. Наверное, тогда еще или вообще, в принципе, не умеют вырезать именно и прокладывать, пролеплять. Но это бронепленка, поэтому здесь, в Америке, не каждый это умеет делать. Вот, царапины есть здесь. Здесь есть еще царапина. Тут я нашел. В общем, надо замечательно, конечно же, такие машины смотреть. Сейчас будем забирать ее. А, ну и, собственно говоря, салон. Салон очень красивый, в принципе. Смотрите, как он сделан. Кожа, рожа. Все очень шикарно. Сейчас режим рейс включим и попрем. Ну что, друзья, начинаем загрузку. Давай, Ягуарчик. Ну, очередная серия про облака не уходят, но они такие какие-то синие, белые, какие-то, какие-то посиневшие, знаете, облака. Красивые, красивые, прикольные здесь облака. Не знаю, все-таки, не знаю, видно вам или нет. Вы, конечно, сейчас напишите, у нас в России такие же. А я вот, честно, не видел таких облаков там. Не видел, вот хоть убейте, вот не видел я такого, не был там. Может быть, где-нибудь в районе моря что-то подобное иногда возникало. Но здесь это прям повсеместно, всегда какие-то фантастические, либо облачные просто дни, либо потом, следом же, еще и закаты. Кремль. Смотрите, Кремль. Ну, маленькая, собор такой прикольный, красный, из красного кирпича. Город башенок, смотрите, сколько у них там. И вот тут башенки, и вот там он башенка, и вот тут башенка. Реально, я вот вдалеке вижу их штук 8-10. Прикольно. Извините за грязное стекло. Все, заводим. Давайте откроем. Как же классно он звучит, да? Так, будем выезжать. Нам надо очень быстро сдать его. Или сразу, наверное, подъедем к клиенту. Вон он, просто его дом. Как раз заодно прокатимся. Ребятки, ребятки, как я быстренько разгрузился. И вот они. Вот они, родные. Бабулечки, бабулечки прилетели. Я попросил оплатить их кэшем. Ну, она, говоря, хотела сперва чеком. Я говорю, ну, было бы вообще круто, если быть кэшем. Я люблю кэш. Мы, русские, любим кэш. Вот. И, ну, конечно, я так не сказал. Сказал, что просто лучше кэш. Сейчас все сгрузил. Все отлично, довольны. Вот, поставил ее там. Они ее исследуют, как видите. Вон, видите, беленькая машинка. Исследует кэш. Короче, все отлично. И выезжаем сейчас за... Выезжаем за X6. И стартуем. И скажу вам по секрету, ребята. Это будет... Видите, аж голос пропал. Это будет мой последний груз. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Крайний, заключительный груз Поэтому сейчас поедем, заберем И потом я вам все расскажу более подробно Я уже приготовил его для загрузки Как видите Автомобильчик в хорошем состоянии Беленький Не сильно много царапин Такой Достаточно неплохой Вообще Бэха мне нравится Здесь как видите у него М всякие приколюшки То есть М-бампер М-диски В общем интересненькие Ну и плюс М-салон Давайте покажу вам салончик Сейчас мы сразу музыку выключим Здесь конечно грязновато Но так в целом Смотрите как все красиво, четко Удобно Ну по-бэховски Бэха, бэха есть бэха Друзья Что ни крути В BMW Все Всегда тоже очень-очень На серьезном Ну на классной высоте Такой все Все прям классное Нормально едет Хорошо рулится Хорошая музыка Здесь музыка Харман Кардон Ладно Друзья Загоняем И это Наш Последний автомобиль Ребят, всем привет Настало время что-то менять Я всегда меняю Вы думаете, что я стою на месте На самом деле я не стою на месте Я постоянно Секунду Я постоянно двигаюсь Когда вы думаете, что я стою на месте Я уже на два шага вперед На данный момент Я прекращаю Заканчиваю работу На перевозке элитных автомобилей Это было действительно Незабываемое время Эта работа мне подарила Очень много эмоций Очень много Сбывшихся мечт Потому что я Как обычный парень Из обычного маленького городка Я очень сильно мечтал Долгое время Ну вообще С самого детства Я просто очень С большим трепетом Относился к автомобилям Даже Ну не сказать Каким-то люксовым И так далее Смотря на люксовые автомобили Я вообще Как бы там Это было За пределами моего Мечтания И всего остального Я просто С трепетом Относился Даже к какой-то Део, Некси Хюндай, Гетс И так далее То есть Каждая машина Имеет частичку В моем сердце Поэтому Мне всегда было Интересно Ну Быть в этой движухе И особенно Протестировать Прочувствовать Многие удивительные Классные машины И я это сделал Мне очень Повезло Я реально Насладился Я попутешествовал По Америке Я заработал Какие-то деньги По поводу денег Что касается денег По поводу оплаты Немного сейчас Остановлюсь на этом В среднем Гросс выходит Около 6 тысяч Плюс-минус Иногда вы можете Сделать больше Иногда меньше Все зависит от того Сколько вы будете спать Какое у вас везение Как вообще Ну собственно говоря Бывает такое Что ты заказ взял А перед самым концом Его Отменяют То есть Тут от везения Много зависит Поэтому Что касается Этой работы То в среднем Заработок Около 3 тысяч Работая на себя 3 с половиной Иногда можно 4 заработать То есть Тысячи в неделю Если пахать Если работать Как мне некоторые пишут Могу ли я заезжать Там домой еще Туда-сюда Если вы будете заезжать Каждый день Это минус Минус деньги Естественно Нужно вычитать Это все Поэтому Тем более Если вы хотите Куда-то заезжать То соответственно Маршрут Если вы ставите В ту точку Которую вам надо Обычно будет Ну недорогой Потому что Ну не всегда Так звезды складываются Бывает направление Не очень хорошее Поэтому Вы просто можете Ехать в ту сторону Где вы хотите Провести время По меньшей цене Соответственно Меньше заработать Поэтому Друзья По поводу заработка Можно зарабатывать Можно работать Единственное Я не рекомендую Работать без разрешения На работу Без документов Есть люди Которые работают Без проблем Но я сам лично Я не рекомендую Этого делать Потому что сам Этого не делал Сам работал Всегда под документом И настало время Что-то менять Менять нужно На что-то другое Машинами я Насладился Собственно говоря Все протестировал И так далее Перевозил их Нужно двигаться Куда-то Двигаться Естественно В более Лучшее направление И как раз В новом видео Вы увидите То самое направление Куда я направляюсь Я думаю Что вы Все Имеете свои догадки Вы пожалуйста Пишите в комментариях Я с удовольствием Почитаю И в следующем выпуске Вы уже увидите Куда же Я пошел работать Что я Предпринял Для следующего Для следующего Восхождения наверх Поэтому друзья Не переключаемся Спасибо большое Что смотрели меня Спасибо большое Еще раз Кстати Ребят Если кому-то Нужно помочь С трудоустройством Вы пишите Я подскажу Где У меня есть Номера компаний Где берут Без проблем водителей Где также берут Набирают овнеров Я вообще рекомендую Работать всем овнерами То есть Ну это Действительно Другой уже заработок То есть Вы работаете на себя Поэтому берете В аренду трак Берете в аренду трейлер И поехали кататься Если нужно Контакты Пишите мне Пишите только в инстаграм Мне Пожалуйста Там у меня есть Человек специальный Который вам ответит И поможет Либо я тоже Иногда перебираю Не всегда есть время Поэтому Если надо То обращайтесь По поводу Следующего видео Ну все Увидите сами Большое спасибо Что смотрели Как говорится Смотрим дальше сюжет Поехали Сейчас друзья Немножечко Мы покажем вам Как это Малышка едет В городских условиях Неплохо Неплохо Но честно говоря Не хочется Потому что Первое Это последняя машина Крайняя Да В моей Этой работе Я сдаю все А второе Она просто Офигительная Мне она нравится Вот Нравится мне Эта Беха Я бы ее Почистил Всю Блин Натер бы Всю Сделал бы Чтоб Прямо Ай Булочка Была Все Нормально Так Прям Ну ничего Я куплю себе Такую Я куплю себе Такую Ничего страшного Будет еще и лучше Машины Поэтому Друзья Ставьте цели И идите к ним А я пошел Вылазить И Застраповывать Машину Вот Такое место Я приехал Сейчас Где-то Здесь Буду Вот В таких Думиках Отдавать Как-то Помню Я в такое Полу Гетто Какое-то Заезжал Но Если честно По идее Если Их Шестой То Я думаю Какие-то Люди Будут Более-менее Приличные Хотя Нет Это Может быть Афроамериканки По-моему Это Афроамериканка И вообще Это В принципе Джорджия Здесь Очень много Афроамериканцев Какая Красивая У нее Так Подсветочка Все Такое Утонченное В ночи Классно Классно Если честно Бэшечка Вообще Классно Меня радует Афроамериканцев То есть У тебя Вот Нет Руления Какого-то Там Вправо Влево Вот он Этот Их Шестой Красавец Разных сторон Вам Скажу Будем отдавать В этой семье В этом домике Ну классно Здесь вообще Он что-то Прям Круто Смотрится Согласитесь Классный Такой Ну что Друзья Все нормально Прошло Естественно От них Чаевые Никогда В жизни Не дождешься Это Понятное Дело Как бы ты Это все Не делал Ну Ничего Страшного Все равно Приятные Люди Лука Лука